Всем привет! Сегодня у нас 12 посылок, разные посылки, разные товары и интересные и не очень из разных магазинов. Но прежде я хотел бы вам сказать, досмотрите до конца, в конце видео будет информация, проведем розыгрыш с интересным призом, который разыграем среди подписчиков. Правила очень будут просты, поэтому смотрите дальше. Итак, давайте начнем. Разные посылки, много с разных магазинов. Вот, тут уже одна посылочка, что я немного расстроился, но мы до нее дойдем. Вот, это у нас леска, такая плетеная леска, 500 метров, четвертый размер, я не помню сколько это миллиметров, там даже еще наклейка есть на quality, чтобы он не распускался. В общем, купил я несколько всяких прикольчиков на Алиэкспресс для рыбалки, но на рыбалку так еще и не выбрался, в этом году еще ни разу не был. Все планируем, планируем, но никак у нас не получается. Вот, поэтому леска, прикольная леска. Откладываем, потом посмотрим на нее, возможно, на первой рыбалке сниму. Я уже много всяких причиндалов купил для рыбалки, там и удочку. Вот, для нее и купил леску, для нее купил на Алиэкспресс катушку. Вот, давайте сразу ее и откроем. Вот, и много чего накупил, но пока не... Вот оно, часть пришла, часть не пришла, часть еще идет. Вот, ну, большая часть уже пришла покупок. Вот, такая вот, не помню как она называется, в общем, кормушка китайская. Вот, ссылки будут в описании. Вот эта вот леска, кормушка и катушка, это было все у одного продавца я покупал. Ну, выглядит довольно-таки неплохо, все хорошо. Как она тут открывается, давайте посмотрим. Вот, вот эти вот защелки, наверное, вверх или как? Да. Вверх отстегнули. Все, накидали тут грузик небольшой, накидали сюда корма, защелкнули. Вот это вот я не знаю, но уже побелело, то есть, вот это вот крепление, я не знаю, как надолго его хватит, вот этой защелки. Но мне кажется, что она быстро потеряется. В остальном все прикольно выглядит. Далее, катушечка. Вот так выглядит катушка. А, и перчатки тоже, кстати, я купил их. Они их прям засунули к катушке. Вот. Вот такая вот перчаточка. На руку, на мою удобно. Вот, это для рыбалочки. В общем, вооруженный опасен. Рыбки, истерегитесь. Я моднявый теперь. Прикольные перчатки, хорошие, классные, буду пользоваться. Откладываем. И катушечка, давайте. Катушечка, одна подушка вложена была, причем тут она как-то, можно спустить ее, а, или накачать можно, то есть, спустить и накачать. Видите, вот, то есть, наверное, как-то ставить что-то сюда, трубочку какую-то, оно спустится. Ну, не суть. Не ради этого открывали. И вот катушка, вот такая вот модная, красивая. Йонг Шоу Чи. В общем, давайте попробуем. Так, вот так возьмем. Крутится мягенько. В общем, круто. Намотаем леску, потом на нее прицепим удочку. И здесь вот кнопкой она закрывается. То есть, это очень интересно, потому что у меня, допустим, у моей, которая сейчас у меня катушка на удочке висит, у нее нужно откручивать болты для того, чтобы сложить. А здесь все просто. Оп, оп, и все, и сложили. И работает, причем легонько. Ну, сложил. И механизм вроде все сделано качественно, очень качественно. Почему я такой цвет, конечно, выбрал, я не знаю. В общем, мне нравится, очень нравится. Далее, давайте посмотрим на ремешки. Это у нас, типа, ремни выживания. Это друг попросил заказать для деток. Будет идти в поход. В общем, здесь у нас... Я покупал такие на GD. Здесь у нас свисток есть. Компас. Вот. И должно быть, да. Чиркало или как оно тут? Ну, вот это, наверное, правильно я понимаю. Или что его? Вот, чиркало есть. А что, то есть, почему вот этот коротенький отпало, что ли? А ну, у остальных нет. У остальных всех такое. То есть, оно тут сменное, что ли, должно цепляться. Но нам его не положили или как? Ну, да, это пластик. А где же... То, обо что искру добывать. Огнило. В общем, ремешок-то прикольный, но... Ну, вот непонятно, где, где, где. Непонятно, где эти огнило. Вот так выглядит это все. В общем, друзья, это не ошибка. У них, у всех, у продавца прям написано. Продавца этого рекомендовать не могу. Лучше купить эти штуки на GD. Потому что там есть огнило, и все нормально, отлично дошло. Тут, получается, покупали. Я не помню, почему именно эту модель выбирали. Скорее всего, из-за компаса. Вот. Но на GD модель, ну, как бы огнило, очень важно было. Свисток работает, все вроде неплохо сделано. Но продавца на главных фотографиях, они все закрыты. То есть, непонятно, есть эта штука или нет. А ниже, когда ты листаешь, когда фотографии, оно закрашено белым. Видно, что закрашено. И буквами написано, что, обратите, черными буквами на белом фоне, обратите внимание, что нету огнива. Потому что там, не знаю почему. В общем, обратите внимание покупателей, что нету огнива. Но могли бы выделить красным хотя бы, или еще что-то. Поэтому продавцу я леплю одну звезду. Он запрятал это все. Да, действительно, как бы спор я выиграть не смогу. Потому что, ну, обманул он, получается. Ну, как-то на сайте есть, ну, эта информация, что это и нету. Просто я ее не досмотрел. Поэтому это моя ошибка, получается. Поэтому вот как-то так. Продавца не советую. Лучше взять на GD эти штуки. Они там отличные. По 99 центов. Вообще бомбовые. Вот, откладываем. Поехали дальше. Это штуки лепятся на обувь. Для того, чтобы обувь не натирала. Силиконовые штуки. Я покупал их на Алиэкспрессе. Вот в пачечке по две штучки они идут. На пробу взял. Мне они как бы не нужны. Но сейчас лето, жарко. Для мамы попробовать взял, чтобы не лепить на обувь. То есть, эта штучка вот так лепится на пятку обуви. И за счет того, что она мягенькая, она потом не натирает ногу. Вот. Здесь получается еще какая-то пленочка сверху. Да. Получается, мы клеим нижнюю часть. Или это не пленочка? Нет, не пленочка. Просто так сделано. В общем, лепим эту штуку на обувь в районе пятки. Вот. И за счет этого не должно натирать обувь. В общем, купил я вот три пачки. Вот так они выглядят. Откладываем. Далее. Далее вот такое вот крепление в автомобиль. Сделано все массивно, четко так. Тоже покупалось, по-моему, на Алиэкспрессе. Да, втягивает. Втягивает неплохо. Вот. Шарик. На него мы цепляем вот эту штуку. Вставляем. Оп. Все. И затягиваем, как нам нужно. То есть, повернули, как нужно. И затянули, чтобы он не крутился. Все. Затянули. Вот. И смотрим, что это у нас здесь. Какая-то пленка тоже, да? Да. Пленка наклеена на резине. Это штука резиновая, прорезиненная. Здесь вот тоже резина. Все сделано так добротно, качественно. Ну и давайте попробуем открыть. Открывается, выезжает. Так круто. Смотрите. Заселкнули. Кнопочку нажимаем. И она разъезжает. Нажимаем кнопку. Плавно разъезжается. Это круто. Ну, очень круто сделано. Вот. Давайте посмотрим с этой стороны. Пока. То есть, пока держишь, пока и разъезжается. То есть, нажали по чуть-чуть. Еще разок. То есть, ну, прикольно. Так, ну, в принципе, мы открыли, поставили телефон, зажали его. Все. Телефон держится. Ничего не выпадает. Можно тряска. Все. Классная штука. Такая массивная, добротная. И я уверен, что она будет долго служить. Вот. Ну, давайте уже пленку разъезжать. Начали снимем уже и окончательно. Вот. Классная вещь. Далее. Далее. Давайте, ну, раз уже брал Powerbank. Это Powerbank Penang. Мне фирма понравилась. У них, да, он там где-то от заявленной мощности всегда там не хватает 10-15%. То есть, сколько я не проверял банки, не хватает. Ну, в общем, маленькая банка на 6 часов, на 6 тысяч часов. Идет, как и во всех Penang'ах, вот такой вот шнурочек. Он, причем, одинаковый. Вот мне сколько Penang'ов не приходило. Все везде одинаковые. Здесь у нас вход, два выхода. Выходы 2,1 А и 1 А. Сделано все неплохо так. Вот. И давайте посмотрим. Включили. Включили, заряжен он на 80%. Давайте посмотрим вот здесь характеристики. Вот, заряжен на 80%. Ну, и давайте посмотрим, будет ли он заряжать нашу лампу. Так, выключу пока. Вот Penang'а, который у меня уже есть неделю. Сколько у нас тут. В общем, я его использую. Лампу подзаряжаю. Лампу, чтобы не таскать ее к розетке. Там, где я пользуюсь. Давайте посмотрим. Включили. Так, и его включить нужно. Все, пошла зарядка. Все отлично. Пошла 5 Вольт, 2,1 А. Компактный, маленький такой пауэрбанк. Ну, очень прикольный. Он чуть-чуть больше, наверное, пачки сигарет. Пачка сигарет вот такая вот, наверное, где-то. Вот. И уже, наверное. Ну, знаете, пачки сигарет, тонкие сигареты. Сейчас популярные. Люди курят их. Ну, вот, как пачка сигарет. По легкости, ну, наверное, немножко тяжелее, чем пачка сигарет. Характеристики веса, я думаю, можно найти по ссылке в описании, которую положу. Вот. Ну, откладываем. В общем, вот это вот бамперки для бипов. Я взял два штучки, взял себе. Так, знаете, один парадный, второй выходной. В общем, у меня вот здесь вот, я не знаю, будет видно, не видно, такой скол и трещина. И вот этот кусочек стекла, скорее всего, отпадет. И, ну, я не защищал ни стеклом, ничем не защищал. И вот такая вот беда у меня произошла. То есть, где-то ударился, и вот такой вот скол образовался. Ну, я решил купить себе, чтобы не добить их уже окончательно, решил купить этот бамперочек. Он будет выпирать немного, и поэтому, вот, и поэтому будет защищать немного от ударов стекла. То есть, вот так это выглядит. В принципе, сам пластик вот этот, он крепкий, и у меня тут никаких, ни царапин, ничего. А вот стекло, конечно, страдает. И можно было бы защитную пленочку взять, но я решил взять такую вот два бамперочка. Вот так они нащелкиваются. Давайте второй посмотрим. Вот, за счет того, что будет немножко выше, и цепляться не будет. Тут, получается, удар пришелся вот сюда, и пошел скол. То есть, если удар уже в этот раз придет куда-нибудь здесь по корпусу, то уже скол, я надеюсь, что... Кнопка, получается, не так сильно выпирает, и кнопкой тоже будем цепляться меньше теперь. Вот, такой бамперочек. Ну, прикольно, классно. В общем, на GearBest я это купил. В общем, тоже какие-то копейки вообще стоят. Но как защита на бит. Вот, жалею, что не купил сразу их себе. Далее, вот эта вот штука, по-моему, покупалась на том топе, или не помню, или в Бангуде. Ну, в общем, или, ну, точнее, как бы, будет в описании по ссылке. Это надувной вот такой вот жилет для плавания. Планируем сыном, сыну тревода, планируем рулить на море. Жилет не пахнет, очень качественно сделан. Вот. Воротник есть. Все надувается. Вот, здесь, получается, эта половина здесь надувается, эта половина здесь. А, наружная, то есть, это внутренняя надувается, внутренний круг. Это наружный круг надувается через эту штуку. Вот, и воротник надувается здесь. Классно все сделано. Вот такая вот надпись. Pool, Skull. И здесь, наверное, Caution какие-то. В общем, на английском, что нужно делать вообще с ним. Надувать я его пока не буду, потому что его потом не сдуешь и компактно не сложишь. Мы его уже надуем потом. И если я не забуду, я выложу либо роликом, либо видео, либо ссылку добавлю, как он будет выглядеть уже в надутом состоянии. Понравился мне. Откладываем. Далее, пуговицы. Пуговицы с якорями. Вот такие вот пуговицы с якорями. Давайте немножко откроем. Это покупалось не для себя. У меня друг-дайвер. Кстати, можете зайти на его канал, посмотреть. Про дайвинг называется. Про дайвинг пиранья. Вот, и он связан с морской тематикой. И себе на какую-то одежду купил вот такие вот пуговицы. С якорями. Пуговицы сделаны качественно. Я не знаю, как этот материал называется. Ну, пуговицы обычно из него делают. Вот. Идет набор такой. Здесь куча больших, куча маленьких пуговиц. Вот, все они с якорями. Тоже на Алиэкспресс покупалось. Откладываем. Далее. Вот я здесь уже расстроен. Осталось два предмета. Давайте расстройство оставим на конец. Вот это из магазина GD. Жилетка The North Face. Жилетка для ребенка тоже. Магнитится. Снял с пакета. Магнитится сильно. Вот. И, ну, классно сделана жилетка такая. Плотная. North Face. Столько я не знаю. Наверное, она уже будет на него маловато весной. Ой, осенью. Хотя, очень теплая, я смотрю. Вот. В общем, есть небольшие ниточки здесь. Кое-где висят. Но, в целом, очень сделано качественно и классно. Это из магазина GD, по-моему, я покупал. Адемихах. 110 размер. В общем, вот тут какая-то информация, которая для меня совершенно непонятна. Как стирать, наверное, и так далее. Вот. Я стиркой не занимаюсь. У нас здесь на плече и на заднем. Классная, короче, штука. Давайте я посмотрю побольше. Вот так. Вот. Очень классная. И на ощупь бомбовая вообще. И теплая, ну, плотная. То есть. И капюшон даже с уплотнителем. Вот здесь вот. А, и здесь даже вот этих вот тонких есть немножко. Вот здесь побольше, а вот здесь немножко утеплителя. Вот. Классная вообще бомбовая. Я не помню, какие-то копейки покупал еще. Покупал, по-моему, с сумкой. И купон применил для новых покупателей, который 5 долларов от 35. В общем, вообще, как бы, цена вообще обошлась чуть ли не бесплатно. Вот. И качество очень классное. Вот. Ссылка будет в описании. Откладываем. Ну, и последнее. Я расстроен немножко по поводу вот этой вот сумки. Потому что я когда смотрел. Причем, я покупал две сумки вместе с этой жилеткой. Я две сумки покупал, но пришла почему-то одна только. А, нет. Я что-то путаю. Или это же Xiaomi, которая для поездок. Точно. Я, наверное, ее отдельно купил. Значит, все в порядке. Сейчас перепроверю. Ну, по-моему, у меня такая сумка была. Зачем я ее покупал, непонятно. Или они ошиблись, положили мне что-то не то. Сейчас проверю. В общем, друзья, я заказывал не это. Сейчас, ну, постараюсь на экране разместить картинку. Какие сумки я заказывал. И какие сумки мне пришла. Я специально вот взял пакет, из которого достал. И пришла мне вот такая вот сумка, которая стоит 5 баксов. Вместо тех сумок, за которые я заплатил почти там 25 баксов. В общем, вот такая вот грусть-печаль произошла. Это магазин Nighty Fun, типа, стора этих сумок на JD. Вот, это не JD коллекция, а вот именно магазин, который official store. Я им, конечно, напишу, что, как и как будем разбираться. Ну, и уже потом либо дозапишу кусочек видео, как разрешилась ситуация. Либо выложу здесь текстом, напишу, что произошло. Потому что это видео выйдет немножко позже. Я думаю, как раз разрулю ситуацию с ними. Это очень печально, конечно, что это произошло. Но буду держать вас в курсе. Вот, такая сумка у меня уже есть. Когда-то я уже покупал. Поэтому я не мог ее просто второй раз заказать. Я проверил, пошел, сделал паузу. Нажал, когда вот это вот начал снимать, сделал паузу. Пошел на почту, уточнил. Говорю, мне большая сумка не приходила, а не нет. Вот, и забрал этот трек-номер. Все, я пришел, сверил трек-номер. Да, действительно, это он, как бы, да. Ну, и теперь же давайте о конкурсе. Смотрите, вот такой вот телефон-спиннер. У нас есть он с коробкой, все дела. То есть, вот. Был он у нас в обзорах. Может выступать как плеер. MP3 плеер. Вот, красивый. Давайте вот включим его, сделаем вот так. Вот такую вот красоту. Еще можно включить музыку. Как бы, ну, крутая вещь, в общем. Мы его разыграем. Для этого нужно перейти в описание к видео или в комментариях. Я оставлю, что нужно сделать для того, чтобы выиграть. Ну, и через месяц мы проведем розыгрыш этого, этой штуки. Кто-то из вас станет счастливым обладателем вот такого вот прикольного телефона. Спиннера. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok